всем доброе утро чая кто-то кормит снова такие куски хлеба бросают они здесь постоянно даже не вижу никого чтоб кто-то бросал им но они так орут они такие огромные голуби конечно тут слетается пошла я пройтись на прогулку на улице такая красота пасмурно но очень приятная погода теплая местами ветерок но там вот меня тянет в такую погоду запах таким дождем каким-то хотя дождя нет но вот какой-то влажностью что ли детей на прогулку вывели я так сегодня оделась ну как вчера взяла вот такую сумку красную красную мне что тут на куртке какая-то чернота не поняла даже откуда чем я испачкала ну проглядывает солнцу даже очки над надеть солнце вышло уже такие сережки на березе расцвели да рябина какая уже даже соцветия появились так что природа просыпается сегодня среда обещали 6 градусов но нет на улице 13 даже может быть уже и больше очень тепло смотрите у сороки там гнезду я видела как она кормит своих птенцов у меня на улетела смотрите какая оттуда идет туча 3 здесь солнце там чернота будет дождь даже может быть гроза грозы пока еще не было но стоит такая теплая погода не исключено что гроза будет как я люблю вот эту вот пору когда появляются вот эти листочки первые молоденькие когда расцветает сирень черемуха там черемуха цветет черемуха по холоданию да такая примета и на самом деле черенка цветет сразу холодно становится ну так классно все такое свежее зелененькой особенно когда цветет сирень вандаши обожаю просто весну когда теплая погода а там по-моему даже дождь идет такие вот какие-то даже небе полосах к земле вороны кричат тоже птицы как дышится хорошо знаете как такой затишье там как затишье перед бурей тихо-тихо и вот тепло тихо ветра нет вообще эти вот сережки такие красивые кого-то вот аллергия на эти сережки не у двоюродной сестры сына мучается аллергией думали на на виду на какую-то ангар нет вот на цветение вот этих всех сережечных всех вот этих вот пока не цветет это все даже сидят дома сейчас такую хорошую погоду и не выйти на улицу пока дома вроде бы как и ничего какая красивая это веточка я люблю наблюдать вот за этим все за природой такая красота везде своя природа красивая в этих турец в турцию там где-то в жарких странах пальмы то приезжаешь любуешь с этим цветением все кусты там все деревья цветут пальмы такие красивые необычно природа необычная для нас тоже радует глаз море все такое яркое здесь очень красиво конечно вот эти вот окраины такие все неухоженные но собственно говоря вот посмотрим что уже турцию туристические районы да все там идеально все вылизано все вычищены все красиво а чуть куда-то вглубь в такие районы спальные да так уже тоже самая грязь мусор валяется также мод с мужем в израиле ездили так там грязно какая грязище кругом ужас может быть и говорит где-то где-то чисто да вот такие вот города мы в хайфе были море тоже вот там сбрасывают кораблей все отходы там уже даже флаг ставит что купаться нельзя то есть там вот загрязнено в море тоже вот есть такое и люди я бы не сказал что очень вот все прям мусорные ящики выбрасывает грязи много на улицах убирают потом конечно она дуванчики дуванчики расцвели трава поднимается смотрит там в окнах какие-то статуи статуи образом чем хожу я такими козьими тропами и медленно-медленно потихонечку просто прогуливаюсь просто очень хорошо на улице даже не хочется бегать а просто идти и любоваться молоденькими листочками зелененькими дышать здесь конечно дорога еще с уйду подальше и там уже будет хорошо пойду пойду налево что-то видимо делали эти ленты привязывали так остались деревьях здесь еще не убирали а хотя вот обрезали дерево метки валяются не убрали то есть еще все впереди смотрю у домов тогда потихонечку убираются но еще не все он смыть и сколько это смыть по моему вот этого трава сныть я знаю из нее не можно варить и как его пироги пекут люди и в салат кладут не отсюда конечно на дороге взрывать ну вообще сныть крапива тоже очень полезно здесь видите как красиво сделали кто-то ухаживает и дереца побелено все здесь так аккуратненько красота наверное кто-то из подъезда ухаживает скорее всего все уже вскопано вот эти как красиво скорее всего с первых этажей кто-то площадочка может это дом какой-то кооперативный может быть и ухаживают не жители организации шишками все заложено красиво сделано все похоже на красота приятно посмотреть когда так около дома здесь площадка детская так ну ладно там снова дорога пойду обратно здесь такой вот небольшой дом девятиэтажный двухподъездный наверное может быть и кооперативный решила присесть на скамейку хотела на качель ну там все вот эти сережек желтая пыльца я так пальцем провела там вообще желтой все желтой рука желтой стала думаю сейчас если я сяду то все это будет у меня на одном месте вот ну солнце проглядывает так это тучки черные точки куда-то рассосалась солнце вышло вообще теплым не даже волоневые курточки ой же я 5 микрофона зацепилась сегодня с микрофоном хожу вот хожу смотрю на природу а так хочется в турцию к морю сразу вообще невозможно просто уже хочу уже хочу конечно скоро будет надеюсь что будет тепло и будем купаться кстати меня муж уговорил идти выходной накупаться на озеро но не то чтобы купаться ну как сейчас купаться вода холодная окунуться в общем утром но я все равно рано встаю и я говорю вчера вообще пол шестого встала уже пока ты орали вот и семья пол седьмого я уже как-то встаю я говорю ну раньше семей я никак не пойду ну давай давай я завтра кто будет готовить мы придем обычно игры ты приходишь на завтрак готов все хорошо да а тут я приду значит туда надо пройти обратно пройти я уже приду никакая надо срочно быстрее тут завтрак готовить сырники тебе печь но говорю ладно уговорил не знаю окунусь я или нет в общем субботу с ними видео видео как я купаюсь если конечно я решусь я говорю я в своей жизни один раз в прорубь залезла в крещение так что опыт есть у меня самое главное ноги сводит вот сама я как-то потом зайду ну вот надо же дойти по льду конечно плохо сейчас льда нет и соответственно я всла сланцы надену как-то дойду а там здесь хорошо деревянные ступеньки деревянные перила в общем-то нормально сходить то вниз то попробую а потом посмотрим заболею я не заболею но вряд ли наверное я надеюсь что нет вот прошлый раз же я не заболела зимой и так сразу такой жар по телу но это было была зима там на другой эффект попробуем хотя мы вот в молодости и в ноябре купались как-то волги была хорошая погода волга уже холодная и мы значит в балахни же я родилась благ не жили может сказать почти на берегу волги рядом и уже в старших классах учились у меня была подруга света который потом москву уехала ну и мы пошли на волгу ну наверное был конец октября что наверное не ноября уже конечно тут это что-то приврала до в конец октября где-то был конец октября вот было сначала холодно потом как хорошие погоды и мы решили там развели костер искупались ну костра погрелись в общем был такой опыт и ничего все нормально никто не заболел но вот для организма очень хорошо тут такой вот стресс происходит все начинает работать кровь начинает в жилах кипеть бурлите такой вот эффект получается очень полезный поэтому это неплохо попробуем что получится не знаю такие вот дела даже вот сижу на скамеечке как-то бабушка не хочется никуда идти вот ведь не такой ветерок ласковый ласковый теплый так хорошо не хочется шевелиться но хотя надо лучше походить чем сидеть были же были жены в лесу и тоже в основном сидели в основном сидела же на стуле так походила немного семечки погрызла и снова никакого движения на дорогие друзья удастся ли нам в этом году съездить в турцию а под вопросом что будет не знаю что и завтра ждать такие сейчас времена то одно то другое то пятое то десятое никакой стабильности нет и что-то загадывать просто глупо да сейчас поживем увидим ну конечно очень хочется так у нас муж идет в сентябре отпуск это конечно надо работает что-то конечно ему же эта работа тоже устал он ездить но езда хотя вот и в электричке час сидишь сидишь сидел вчера сидел ехал домой аж в спину вступила ну целый час конечно муторно туда-обратно ну а кто-то ездит по три часа на работу и что делать привычка а куда деваться конечно может уйти но он хочет у него так планы есть еще годик хотя бы поработать не знаю как получится как получится что-то загадывать загадывать что-то глупо говорится мы полагаем а бог располагает поэтому как-то так вот сейчас посмотрю турецких блогеров как там красиво все цветет все тепло уже кто-то уже купается кто-то нет вода конечно еще холодная он я бы наверное искупалась с удовольствием смотрите как собака спит это что-то столько удовольствие вообще кадр балдеет он и тут сколько еще одна сережкой такие стерилизованные собачки вот она вот она морковка ой дорогие мои я дома еле притащилась еле-еле как на улице жарко но я была вот в этой кофте но она такая хэбэшная там но она не толстая вот и ветровке вчера было тепло но сегодня я думаю на улице прохладнее стало еще думаю что надеть посмотрела кто-то в куртках идет наверно как увидят люди что тучки так пасмурно ну значит и холодно но я пошла посмотрел 13 градусов и отделась также как и вчера сначала не было солнце потом солнце вышло и вот я круги круги нарезал по микрорайону все это вы видели и в конце концов думаю пойду-ка я зайду в этот не захотелось может или ну и творог может быть там куплю в пятерке чтобы уже завтра не ходить вот и зашла там рядом с пятерочкой дверь магазин я там вообще не было вот как мы сюда не переехали ни разу даже не заходила но ничего вроде бы мне не надо там и так и хозяйственный отдел небольшой и вещи детские такие там футболки ну всякое вот такой обувной там отдел на обувной по моему там нет даже натуральной кожи я не знаю даже не разглядывал ремни там какие-то в общем что-то такое магазинчик такое небольшое что вот если что-то что-то надо можно там мои из вещей найти и все зашла туда там уже с продавщицей говорю сначала в женский отдел зашла думаю ну не дай бог я что-то куплю она сразу как продавцы а что вам надо что вам показать я города знаете мне ничего не надо я зашла посмотреть ну то что вы смотрите там 58 размер вам какой размер то надо год я ничего еще не покупаю я просто посмотрю что у вас тут вообще есть вот ну говорю вообще 50 52 я нашел очень 52 ну вот одну кофточку так она симпатичненькой такая с кошками такая вот она легкая данного этот хлопок ну я там пытал снимала так телефон держал мы не знаем если был если выложу значит вы все уже увидели ну вот мы все ничего не надо все лучше уйти оттуда ну так можно какие-то футболочки там купить но посмотрел так она 1800 по моему стоит вот этот кофточка ничего так цену куда не шло конечно если что-то понравилось что вот прям вот не могу но так все есть у меня и я ушла слава тебе господи ну не совсем ушла я ушла в соседний отдел там детская одежда ну как же у меня аж внук и хочется мне что-нибудь ему купить вот и все-таки до купила купила какую-то футболку обнаружила она тут последний то ли она я даже уже и не знаю ту ли она турецкой то ли она сказала мне какой-то сейчас возьму увеличительное стекло а то соберу что-нибудь так это не значай что тут надо посмотреть да турецкая вот эта футболка 98 помог то есть это наверное хлопок и 2 эластан вот турция прям знак вот этот вот турецкий она говорит одна осталась даже не знаю сколько она стоит часто смотрю поэтому по накладной я так нас глаз посмотрела а рост 152 указанными на награды нет конечно они какие-то маломерки на моего как раз будет вот надо будет отправить будем же отправлять вещи вот и такая вот симпатичная 520 рублей она нормально в общем для такой для такого качества футболки она такая модненькая здесь молнии вот все дела здесь такая вроде бы как кожа не кожа как только клеенка не знаю чего здесь вот на молнии молнии открывается футболочка внизу внизу вот так в общем качество конечно хорошая груда не знаю поедем ли мы в этом году в турцию микрофон ты не взяла а давайте микрофон надену а то наверное не слышно в общем все я с микрофоном сейчас наверное слышно вообще хорошо вот ну в общем такая вот турецкая футболка 520 рублей она была последняя ну хорошее такое качество на мой взгляд если даже написано 152 роста грун у него 132 наверно рост у него как-то туловище больше ножки покороче ну короче говоря мужская фигура вот так нормально большая вроде бы как даже если будет чуть великовато не беда не беда и вот еще такая висела на горт вообще последняя кофточка ну это это наше производство россия как-то она мне называла я так и не запомнила что-то какая-то это вот их горд футболки они ну они хорошие никаких бирок чё тут хорошего я не знаю но бирок нет никаких обычно все-таки что-то хотя бы должно быть пришита колбер а да она горд колберов ские колберов ские думаю что за колберов ские стопроцентный картон ну она горд у них хорошее качество но вообще качество да здесь вот так обшито хорошо но здесь ну все вроде бы так прострочено хорошо вот такая у нас гортых и в школу брали ходить такие они хлопковые приятные к телу и с длинным рукавочком и вот так вот на пуговках здесь ну как пола пола но без кармашка здесь вот вот здесь вот такая такой вот лейбл прорезиненный да ну вот теперь буду знать что такая есть фирма колбер колберов ские я говорю что такой пол верну это фирма такая колберов ские они горд хорошие 140 140 что это 140 рост чего в общем прикинула кто и футболки совершенно одинаковые то есть сейчас вот на эти размеры смотреть нарастание в общем вот в общем так хлопковая приятные 380 рублей всего наград я вам сделаю скидку с вас 900 900 чем-то я говорю так вы сказали то 520 380 получается 900 без скидки 900 в общем она мне за 890 отдала ну а сосчитала с двух вещей почему-то получилось больше чем без скидки ну ладно я хоть так обычно я как-то вообще не больно то считаю так вы сказали если хорошо и пошла так то я купила в пятерке буду готовить завтра наверное борщ купила петрушки купила укроп купила нашей капусты вот там была какая-то капуста у нас кстати дорогая по 90 с чем-то рублей было и говорят что на свежие ну да я вот ну на поминки готовила щи да и она прямо моментально разварилась ну свежие а такие вилки вот сбитые ну какая-то импортные что ли откуда привезли наверное потому что у нас нашу капусту свежие на сразу сразу можно узнать вот смотрите вот нашу капусту свежую я люблю вот она такая зелененькая вот прям капуста 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 при капуста им я как ее увидела мне сразу захотелось борща купила я этой капусты прям свежачок такая зелененькая только видимо ее привезли куда повезло вас вот чем там в пятерке привоз продуктов и как-то все еще тут я что стоят картошку смотрю привезли не импортную а нашу старую картошку но она такая прям вот из погреба хорошая картошка классная вот я ее еще набрала и купила в мороженое не там жарко я хочу мороженого ой и достану из пакета купила творог пятерки купила ряженку завтра вот буду делать кашу у меня на дзене там спрашивает 1 подписчица нами потому что там комментарии можно меня поставим только подписчики могут комментировать потому что мне эти комментаторы такие которые злые дни мне они не нужны отправляйтесь подальше вот и пишет вы горит вы показываете кашу что за кашу вы едите я говорю ягод наверное не смотрела ваши видео которые в которых вы рассказывали про эту кашу ну вот завтра я буду снимать видео купила я ряженку и буду делать льняную кашу вот посмотрите я покажу пакет покажу что я за кашу варю я не варю ее а просто и она заливается там промолотые семена льна вот и кстати 7 льна это на любителя но вот эта каша именно она прям вкусная лен я особо не люблю ну вот эта каша прям вкусные я советую и полезно и вкусно и легко приготовить просто залил вот или кефиром или вот йогуртом и все можно наверное и молоком но она наверное какая-то жидкая будет не знаю я делаю вот кефиром и муж у меня тоже взяла я две свекленки такие ну свекла такая не очень была была я выбрала тут две свекли но он такая мелковатая там больше больше мне и не надо вот такая картошка прям просто просто классная такая кругленькая желтенькая хорошенькая хотя и старая не свежая красота и купила вот не может и актуаль актуаль это сыворотка плюс сок апельсин и манго мы девочки я очень пить хочу сейчас прям попробую вот вкусно мне нравится давно правда не покупала и может и люблю вот этот вот и все вот такое вкусно вкусненько а тем более апельсин и манго ой болтешь ой холодный такой с холодильником из своей ламур ненькой кружечки как вкусно меня может тут увидел эту крошку господи как это чего такую кружище я выходной еле же куличи и муж кулич с куличом же надо запить не буду же я вот из маленькой да я себе ну кофе концентрации в общем одинаковое но налила вот в такую кружку разбавила сливочками и чтоб побольше было запить ой как было вкусно я говорю кстати эта кружка ничем не больше чем вот ну вот с бабочками таким золотыми я наливаю обычно прозрачная я измерила она буквально узнаете вот вот так вот воды то есть эта кружка просто так выглядит устрашающе на самом деле не такая уж она и огромная все все в миру как хорошо с продавщицей тоже сговорились ой она да вот турецкая футболка она вот у нас еще еще есть не гурда вот не знаю поедем ли в этом году мы в турцию это надо ночью сейчас отменили по моему рейс игру да я даже сейчас не интересуюсь пока с мужем поговорила я сначала говорил может с тобой в июне съесть слетаем в турцию это он вроде бы так сначала согласился ну ничего ну да возьму там может дней на 10 но административная мешках положено это а потом говорю он как будто не помнит да ну конечно полетим мы еще ну и сейчас тем более еще непонятно что и как нет уже все никуда мы не полетим будет ждать до сентября вот сентябре у меня отпуск тогда и посмотрим вот хотя мы всегда в основном летаем в турцию осенью последние годы вот последние два раза мы влетали в сентябре было очень жарко но в прошлом году еще ничего нормально но все равно днем жарко вот вроде бы хочется по магазинам побродить днем и утром считай на море вечером после на море а вот после обеда как-то ну идем по магазинам ну и вечером тоже конечно ходим на прогулку в прошлом году еще было нормально так не было такой духа ты вот а в двадцатом году в двадцатом наверное это было что-то жара невыносимая даже вот вечером в сентябре месяце духота духота ветра нет даже ветра не было такая была духа тише и вот знаешь с бывшим мужем мы летали в октябре месяце вот мне кажется октябрь месяц для полетов в турцию самый такой оптимальный вариант там и меньше шторма меньше штормит море и вообще такая комфортная уже температура вот весь октябрь замечательно просто вот а мы летали по моему даже не первой половине октября во второй половине октября то есть очень даже там замечательно вот не знаю удастся ли нам в этом году полететь а к морю так хочется к морю ужасно просто ну ладно дорогие мои все я вам показала мы с вами прогулялись видео очень длинная я чувствую получается ну вот как то так настроение хорошая погода хорошая мне даже вот нравится такая погода когда солнце скрывается такая какая-то влажность тепло вот эти листочки зелененькие даже если пойдет дождь не тоже нравится такая погода в общем все замечательно у природы нет плохой погоды ну всем пока всем здоровья счастья и всего хорошего пишите комментируйте и до следующих видео пока пока